здравствуйте представляем тепловизионные прицелы kona night sir 350 и 335 комплекте у прицела инструкция идет сумка вот такая собственно сам прицел наглазник шнуры для подключения внешнего аналогового видеомонитора адаптеры для этого видеомонитора крепление и винты с ключом установки о самом прицеле выпускается две модификации этих прицелов с маленьким объективом 35 миллиметров фокусное расстояние и с объективом 50 миллиметров фокусное расстояние разницу видно наглядно у большого объектива увеличение прибора получается два с половиной крата у маленького объектива увеличение прибора 1 7 крат как это визуально наблюдается разница смотрите мы сделали специальную таблицу для того чтобы понять в чем разница визуально будем рассказывать на примере большого и так объектив объектив германии вы как у всех тепловизионных приборов с крышкой вот такой откидной это фокусировка объектива довольно удобная с большими приливами такими фокусируется тонн от трех метров и до бесконечности крышка держится достаточно нормально работает без нареканий об этом можно посмотреть видео как монстрировали прицел а также видео как его испытывают на заводе там крышка в момент ударов момент вибрации никуда не уходит все нормально держится работать так как должна работать окуляр с диоптриной подстройкой в пределах плюс-минус 5 диоптрий очень короткий ход по углу порядка 30 может 40 градусов и достаточно большой ход самого окуляра около пяти миллиметров но плюс-минус 5 диоптрий достаточно для любого зрения тем более что больше двух диоптрий отклонения практически все в очках уже смотрят работает прицел от двух батареек вот такого типа 123 батарейки 3-х вольтовые литиевые вставляются неважно как главное чтобы были разнополярные то есть можно так можно так ставить это неважно с той стороны изнутри контакты подпружиненные на крышке тоже контакты подпружиненные с обоих сторон очень надежный хороший контакт вот так она защелкивается здесь по всему периметру крышки есть резиновое уплотнение все мероприятия для того чтобы защитить от попадания влаги мусора всякого соблюдены возможно также использование внешнего питания для этого существует вот такой адаптер в адаптер здесь стандартный стандартный обычный usb подключается и дальше можно его power bank куда угодно откуда 5 вольт выходит соответствующий разъемом и использовать таким образом внешний источник питания вот это гнездо служит для видео выхода то есть здесь аналоговый видео выход можно подключить монитор или записывающее устройство какое угодно где есть аналоговый вход а также оно нужно для того чтобы осуществлять обновление программного обеспечения вот эти вот этот прилив с двумя резьбовыми отверстиями служит для того чтобы закреплять вот этот адаптер в случае если вы захотели использовать его с внешним монитором который сюда в гнездо подключается то есть будет все это выглядеть вот таким образом шнур сюда эта коробочка сверху стоит здесь два винтика сюда в коробочку вот этот разъем сюда вот это у нас идет к монитору это другой разъем вот такой тип тюльпан здесь в комплекте вот эти собственно два вот этих винта также в комплекте когда это нужно хоть и вряд ли это нужно но в процессе какой-то не знаю регулировки может далее к электронному управлению относится всего лишь одна кнопка вот это это собственно не кнопка даже а такой джойстик пятипозиционный у него есть такие положения вот в горизонтальной плоскости вперед-назад вертикальный вверх-вниз и и такое нажатие с едва слышным щелчком центральное отдельно надо сказать про использованные в данном прицеле комплектующие основной деталью любого тепловизора является микробалометрическая неохлаждаемая матрица настоящее время однозначным лидером на рынке является французская компания юлис матрицы которые использованы в этом приборе второй также высокотехнологичной деталью любого тепловизора является микродисплей который стоит вот здесь в окуляре до линз здесь также использован французский микродисплей абсолютного лидера в этом сегменте комплектующих компании микро лет это дисплей на органических светодиодах ударостойкий и морозоустойчивый аж до минус 60 это может служить косвенным признаком качества изделия но важно об этом сказать в комплекте также есть наглазник резиновый легко одевается но соскакивает не так легко вполне нормально держится бывает нарекание что люди хотят чтобы здесь был хомут какой-то но производитель не использует хомут и я с ним согласен абсолютно нормально держится случайно потерять его можно конечно надо сильно постараться наглазник у нас эти есть поэтому даже если потеряете с проблем бесплатно мы доукомплектуем сколько хотите крепление крепится на двух винтах вот такое крепление у нас комплекте идет быстросъемная с флажками можно подрегулировать вылет крепят обычно у нас специалисты обязательно на контурящий состав регулируется крепление таким вот образом можно сильнее затянуть можно послабее короче по месту практически без инструмента нет вот этот надо чем-то зафиксировать когда мы откручиваем до специально отвертку ну в общем она отрегулирована уже поэтому вряд ли какая-то регулировка потребуется во всяком случае когда мы стреляли слабо спокойно встает сразу на планку вивер без каких-то проблем и держит точно также без проблем крепление очень мощный такой солидная не знаю мне нравится и так смотрите другие ролики по отстрелу смотрите ролик по испытаниям его на заводе на ударную стойкость и смотрите ролик с тем как у него видно со съемкой через окуляр спасибо всего доброго